Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Возвращаясь к теме медицины, мы много в последнее время говорим. Люди сбрасывают шокирующие просто материалы, как в государственных больницах оказывают медицинскую помощь. Да не только в государственных. Сейчас мы с вами рассмотрим один случай, который повергнет вас просто в шок. Это медицинская частная клиника, где лечение стоит довольно дорого. Отказали все органы. Как московские врачи погубили пациентку? Послушайте, это довольно интересно, исходя из того, что это частная клиника, не государственная, где из палаты могут вывезти куда-то или еще что-то. Нет, здесь за деньги, казалось бы, мы должны получить какое-то качество. Даже здесь не гарантируется ничего. Пациентка частной клиники Москвы скончалась после переливания крови. Почему? Как оказалось, врачи не проверили плазму на совместимости. По словам родственников, женщина пережила 6 клинических смертей. 6 клинических смертей за время операции. После чего у нее отказали все органы, и она впала в кому. В отношении медучреждения было возбуждено уголовное дело, однако сотрудники клиники заявляют, что ничего не знают об этой истории. В московской частной клинике, а не буду ее называть, она здесь называется, я не буду называть, из-за врачебной ошибки умерла пациентка. Об этом рассказал ее сын Евгений Лепилин. Свою историю он опубликовал на сайте ProDoktorov.ru Кстати говоря, это сайт ProDoktorov, где вы можете узнать все о любом враче. Может быть, это будет кому-то полезно. Про докторов вы можете узнать о любой клинике, о любом враче, посмотреть рейтинг, посмотреть отзывы, и сделать для себя вывод, идти в эту клинику, к этому врачу, или же нет. 78-летняя Галина Лепилина, мать главы ОМВД по Ярославской области, тут небольшая такая вот, вышла не в пользу врачей, так скажем, да, что сын, значит, глава управления, значит, внутренних дел по Ярославской области, поступила в медучреждение еще в феврале 2019 года с болью в бедре. Согласно результатам МРТ, у нее выявили трещину таза, а также гематомы и постепенно нарастающее кровоизлияние. То есть, необходимо принимать срочные меры. То есть, гематомы, постепенно нарастающие кровоизлияние, необходимо срочно остановить кровоизлияние. Это требует немедленных оперативных мер. Тем не менее, все лечащие врачи, знавшие о диагнозе, ушли на выходные, приуроченные к 23 февраля, не назначив пациентке никакого абсолютного лечения. Просто оставив ее. Вы можете себе вообще поверить в это возможно? Не зря люди в комментариях, я вас понимаю, я вижу комментарии, я читаю, вы пишете, что вот пришло поколение, так скажем, вновь обученных докторов с дипломами там, кто говорит купленными, кто говорит не купленными, ну или обученных по новым стандартам. Выходной, выходной. Оперативная помощь требуется, срочно, срочно, выходной. Как можно было ничего не делать при нарастающей гематоме 6 дней? Врач только назначил препарат Ксалерта, наверное думал, что скроет гематому, после которой развилось кровоизлияние в ногу, написал Лепилен, сын. Для стабилизации состояния Лепиленой понадобилось переливание крови, однако провести его качественно в клинике также не смогли. По словам сына покойной, дежурный врач-невролог не проконтролировала подчиненного, который должен был провести анализ крови плазмы на биологическую совместимость, нарушив тем самым правила переливания. Вы можете себе представить вообще? Это не просто халатность в частной клинике, в платной, а это просто за гранью моего понимания. Я отказываюсь понимать это. Через 10 минут мама стала задыхаться, пошли осложнения. Было 6 клинических смертей, 6. Но выливает плазма, несовместимая, это все. Произошел отек легких, отказ почек, печени, пострадали все органы. Предполагаем, что дежурный невролог не находилась в палате у пациента при переливании, так как кровь плазм переливали в палате мамы. В результате Лепилена впала в кому и скончалась спустя 22 дня, не приходя в сознание. Чудовищно, чудовищно, я выражаю сам искренне, соболезнования сыну. Это чудовищный случай, я считаю, что мы должны его осветить, я должны об этом знать. Врачи заявили родственникам, что из банка крови им привезли не ту плазму. Но опять виноваты все, кроме, собственно говоря, тех, кто делал. Хорошо помню, как 28 февраля 2019 года я и мои родственники общались с главным врачом центра, от которого услышали, что произошло с течением обстоятельств, кровь не ту привезли. Мы уверены, что не было исследования плазмы на биологическую совместимость. Это в первую очередь должно быть сделано. Это просто незыблемые постулаты. Биологическая совместимость плазмы крови. Почему не сделали у вас? Пытался добиться ответа лепили над клиникой. После смерти женщины семья обратилась в правоохранительный орган, где была запущена проверка в отношении клиники. Ну понятно, что если сын, так сказать, глава ОМВД, то в правоохранительные органы обратиться достаточно несложно. В ходе предварительного расследования было установлено, что к трагедии привела ошибка врачей. Здесь установили это. Всегда ошибку врачей очень сложно установить. Почему? Потому что они могут написать одно, делать другое это раз. Могут очень много манипуляций разных. Могут покрывать друг друга, еще что-то. Я еще раз говорю, я не бросаю тень на все врачебное сообщество. Есть великолепные врачи, великолепнейшие, которые действительно оказывают такую квалифицированную медицинскую помощь. Это лучшие врачи. Но мы говорим о конкретном эпизоде. Сейчас мы получили результаты медицинской экспертизы, в ходе которой получен ответ. Причиной смерти стал шок от трансфузии плазмы при переливании из-за биологической несовместимости. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Значит, тем не менее, в самом медучреждении по-прежнему отрицают факт того, что сейчас этот центр проверяют следователи. То есть они даже отрицают не факт того, что там была эта пациентка, уже подтвердили. Теперь они отрицают факт того, что в отношении них ведется какое-то расследование. Для чего? Чтобы не терять клиента. Чтобы не терять деньги. По словам Лепилина, сотрудники перестали отвечать на его звонки и заявляют, что ничего не слышали об этой истории. Это просто смешно. Это просто смешно вообще. Значит, официально сообщаем, что наша клиника не располагает информацией о возбуждении уголовного дела в отношении какого-либо из сотрудников в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей, сообщает клиника. Значит, и дальше, что сведения не подлежат раскрытию, они составляют врачебную тайну. В пресс-службе клиники также указали, что никто из родственников указанной пациентки не обращался за информацией, ни за какой. Значит, и раннее предположение о том, что смерть Лепилиной наступила именно из-за неправильного переливания крови, газете «Точка.ру» сказал вице-президент Российской медицинской ассоциации, след президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров. По его словам, врачи неверно определили группу крови Лепилиной, переливили ей несовместимую кровь. Это привело к острому внутрисосудистому гемолизу, значит, повышению распроду эритроцитов с выделением в окружающей среду гемоглобина. Значит, а затем к отказу почек. Но это действительно врачебная ошибка. Сын покойный, генерал-майор Андрей Лепилин, возглавляет ОМВД по Ярославской области с июля 2018 года. В общей сложности он послужил во внутренних органах 39 лет. За его плечами руководящей должностью в ОМВД Магаданской, Омской областях. Кроме того, до поста начальника Ярославского ОМВД он 9 лет отработал замначальника главка МВД по Московской области. Вот здесь врачам, конечно, совсем-совсем не повезло. С пациенткой я имею в виду сына с такими должностями. Почему? Потому что здесь, конечно, отделаться легко не получится. Когда это, мы говорили вчера, в государственной больнице, и там у инвалида умерла жена, и он ничего не может доказать, это одно. А вот с таким человеком, генерал-майор МВД, это уже будет совсем другая история. И поэтому, конечно, факт наличия ошибки врачебной, он сразу был найден и признан. К чему, опять-таки, мы снимаем этот ролик? К тому, чтобы понимать, что частые врачебные ошибки, участившиеся, я бы так сказал, врачебные ошибки, они не только в государственных клиниках, не только туда, куда мы приходим. Просто многие писали, что пока не заплатишь, пока, так сказать, не занесешь, если идешь в платную, другое. Это действительно есть такое, когда врач принимает бесплатно, и он вроде там зайти невозможно в кабинет. А потом приходишь в какую-то платную поликлинику, сидит тот же самый врач, но он великолепно к вам относится. Ну вот, пожалуйста, платная. Платная поликлиника, довольно известная, довольно качественная, заявляющая свои услуги как очень качественные. И вот, пожалуйста, итог. Поэтому вопрос, как мне кажется, сейчас, на данный момент, состоит не в частной или государственной, а в профессионализме врача. Если вам удалось найти профессионального, хорошего врача, если он работает в частной или в государственной, но он хороший профессиональный врач, вам повезло. Сейчас найти врача хорошего, любого, невролога, я не знаю, там, гинеколога, офтальмолога, уролога, кого угодно, но найти хорошего специалиста крайне тяжело, крайне тяжело. Причем я должен отметить, что, как правило, это, значит, врачи советской именно школы. Именно советской школы показывают просто великолепные результаты с большим стажем работы. Попадаются молодые специалисты, которые тоже очень относятся к своей работе внимательно, стараются, и действительно, ты видишь, что у человека глаза горят. Но это, знаете, призвание. С детства хотела быть врачом. Или с детства хотел быть врачом, помогать людям. А так, молодняк, это, я не знаю, куда мы катимся и куда мы уйдем с такими специалистами. Собственно говоря, все. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал, кому нравится. С вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.